Время новостей на телеканале Север, студии Василий Ктензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Администрация Заполярного района сообщила о трагической гибели главы Каратайки Дмитрия Вылка. Это произошло утром 1 марта. Сорванные крыши и облицовка домов. Застрявшая техника. Результат разбушевавшейся стихии в регионе. С какими последствиями столкнулся округ. В тепличном комбинате солнышко полным ходом идет подготовка к международному женскому дню. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Администрация Заполярного района сообщила о трагической гибели главы Каратайки Дмитрия Вылка. Это произошло утром 1 марта. Дмитрий Валентинович Вылка руководил Южшарским сельсоветом 17 лет, начиная с 24 января 2005 года. Сообщается в официальном релизе Заполярного района. Дмитрий Вылка был человеком деятельным, практичным и всегда заботился о жителях Варнака и Каратайки. Отстаивал их интересы. Думал не только о насущном, но и о духовном. При его непосредственном участии в Каратайке в 2004 году построена часовня Святого Николая Чудотворца. Соболезнуем семье Дмитрия Валентиновича с жителем поселка Каратайка и Варнак в связи с потерей земляка. 42 новых случая заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших 41 житель Наринмара и поселка Искателей, 1 житель Красного, 26 человек выздоровело. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР лаборатории уровня референс находится 534 человека. Еще у двух пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 536 человек. Из них стационарное лечение получают 35 человек, амбулаторное – 501. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Зимник на Ринмарусин закрыт для всех видов транспорта. Ограничение продлится до 19.00 2 марта. Напомним, протяженность зимника чуть больше 30 километров. Он состоит из двух частей в обход нулевого и второго участка строящейся дороги. На зимнике есть пункты обогрева, теплые оболки, где можно согреться, поесть, поспать и принять душ. Уточнить информацию о работах, которые ведутся на зимнике, а также о состоянии и содержании круглосуточной зимней автодороги, можно по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Сорванная крыша и облицовка домов, застрявшая техника. Вот такой результат разбушевавшейся стихии в регионе. Какая погода ждет жителей округа в ближайшие дни, а также как устраняют последствия штормового ветра? Расскажет моя коллега Наталья Дуркина. В полной готовности. Сотрудники чистого города встречали непогоды во всеоружии. Заблаговременно были созданы аварийные группы. Поэтому последствия шторма устранялись достаточно быстро. На уличной дорожной сети города Наримара, то, что у нас находится в оперативном управлении, было повреждено порядка 70 дорожных знаков, один светофорный объект, ну и, соответственно, множество переметов, снежных заносов. Это как и автомобильные дороги в центре города, так и междуровые проезды в частном секторе и тротуары. На сегодняшнее утро работают три бригады по восстановлению дорожных знаков. Цветофорный объект уже восстановлен. Продолжаем расчистку тротуаров, автомобильных дорог и междуровых проездов. А также обработку автомобильных дорог противоголовливым материалом. Штормовой ветер нанёс ущерб линии электропередач, а также некоторым общественным местам. И очень сильно повредилась ветром смотровая площадка, которую мы сделали в рамках комфортной городской среды. Естественные условия её так отвандалили, как не делал никто из двухруких и двухногих, некоторых наших, которые там бывает, что ведут себя непотребно. Вот это, пожалуй, наиболее. Ну, конечно, было очень много занесено улиц, переходов снежных на пешеходных переходах, до двух метров достигали. Но к утру техника работала до 12 часов. Ну и также уже с 6-7 утра опять приступили к расчистке. Поэтому действуем по тем планам, которые опыт есть, понимание есть, что делать. Диспетчерская служба муниципального предприятия второй день принимает множество заявок от жителей города. Большинство отключения уличного освещения было, значит, тоже на текущее время уже всё восстановлено. Ну и множество заносов автомобильных дорог. Только вот на это были заявки. Штормовой ветер повредил также и внешнюю облицовку многоквартирных домов. У нас последствия самые незначительные на сегодняшний день. И хорошо, что это всё обошлось так. Как всегда, мы понимаем, что перед стихией мы просто какие-то крошки. Ну у нас, да, пострадал фасад двух домов. Пара плиточек отвалилась просто облицовочных, и всё. Ну то есть это быстро восполнимые потери. Произошёл частичный срыв и залом нескольких металлических листов кровельной надстройки на здании Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Дети и работники не пострадали. Срыв нескольких металлических листов скромливого многоквартирного жилого дома на Ринмаре по адресу улица Ленина, дом 35Б. Пострадавших нет, несущие конструкции кровли не пострадали. Жизнедеятельность жильцов не нарушена. Частичный срыв шиферных плит с кровлей администрации муниципального образования Колгоевский сельсовет. Пострадавших нет, несущие конструкции кровли не пострадали. Также в период непогоды сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на автодорогу на Ринмар-Усинск, где эвакуировали людей, чьи автомобили попали в снежный занос. Напомним, что автодорога на Ринмар-Усинск закрыта для передвижения всех видов транспорта. Перед выездом на автозимник стоит заблаговременно ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие несколько дней и уточнить информацию о функционировании у подрядчиков или на сайте главного управления. Также обращаем внимание на необходимость соблюдения требований всех знаков, установленных возле автодороги и табличек. К слову, штормовой ветер будет сохраняться еще в ближайшие дни. Штормовая погода по городу Ринмар и по Ниньскому автономному округу сохранится еще в течение двух дней. 2 марта будет облачная с прояснениями погода. Небольшой местами умеренный снег, метель. На северо-востоке округа будет без существенных осадков. Ветер будет южных направлений 8-13 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке северо-западный и западный будет ветер силой 5-10 метров в секунду. А температура ночью составит минус 5-10. Восточной половине округа минус 13-18. А при прояснениях температура воздуха будет достигать минус 25 градусов. При штормовом ветре необходимо четко следовать следующим рекомендациям. Все окна домов плотно закрыть. Убрать с балконов и лоджии предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Нельзя находиться вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении. В Ненецком округе продолжается сбор средств на лечение и операцию подростка из села Тельвиска Мстиславу Никонову. Напомню, у мальчика рак третьей степени – лейкоз. Ему требуется пересадка костного мозга. Спасти жизнь Мстислава готовы врачи израильской клиники «Шнайдер». Общая стоимость лечения составит почти 350 тысяч долларов. Половину этой суммы нужно внести на счет клиники «Авансом». После этого врачи готовы принять Мстислава. Диагноз «рак третьей степени» Мстиславу Никонову поставили два года назад. После чего школьник перенес несколько блоков химиотерапии и вошел в ремиссию. Но осенью прошлого года у мальчика случился рецидив. Болезнь переросла в острый Т-лимфобластный лейкоз – заболевание крови. В декабре и январе ему срочно провели два курса высокоточной химиотерапии. Но положительного результата достичь не удалось. На данный момент Мстислав находится в Архангельске в тяжелом состоянии. Показатели его здоровья после высокодозной химиотерапии упали. Разрешения на перевозку в другие клиники пока нет. Состояние ребенка сегодня стабильное. Он находится в периоде тяжелых осложнений после цикла химиотерапии. В настоящее время прогнозировать необходимость его выезда куда-либо невозможно. Сделать вывод об этом можно будет не раньше, чем через несколько недель, когда мы сможем понять, наступила у ребенка ремиссия или нет. Сейчас подросток получает всю необходимую антибактериальную терапию и заместительную терапию. То есть ежедневное переливание крови в связи с низкими показателями лейкоцитов и тромбоцитов. Начать лечение и провести операцию по трансплантации костного мозга готовы врачи израильской детской клиники «Шнайдер» после того, как Мстислава ведут в ремиссию. Тоже очень много вопросов сейчас пишут, почему не в Москву, а почему в Израиле. Я не знаю, я больше экспериментировать, к сожалению, не хочу. И думать, что да, если нас Рогачева уже лечит два года, и нам снова туда ехать, и уже вижу, какое лечение-то идет, что нет результатов таких вот, особенно сейчас даже с постановкой диагноза. Нас сейчас лечат по примерному протоколу. Между тем, в социальных сетях обсуждается имущество семьи, в частности, квартира в Архангельске. Купленная вынуждена. Ведь за два года лечения и поддерживающей терапии семья много времени проводит именно в столице Поморья. Многие тоже там задаются вопрос, квартира в Архангельске. Ну, понимаете, мы раз в два года лечимся, мы постоянно перемещаемся. Наринмар, Архангельск, Наринмар, Архангельск, это у нас второй дом уже Архангельск. И мы вынуждены были залезть в ипотеку и купить квартиру для того, чтобы хотя бы, когда его отпускали, он не по съемным квартирам у нас ходил, а чтобы он мог там остановиться, чтобы я могла приехать остановиться, чтобы папа мог приехать остановиться. Стоимость лечения в Израиле порядка 350 тысяч долларов или чуть больше 27 миллионов рублей. Благодаря неравнодушным людям на сегодняшний день собрано почти 6 миллионов. Диагноз сложный, болезнь прогрессирует, дорога каждая минута. Все, кто может помочь Мстиславу Никонову, могут перечислять денежные средства по реквизитам благотворительной организации «Три единства», которые вы видите на своих экранах, или по номерам телефонов родителей Мстислава. Спасем жизнь ребенку. Александра Литкова, Телеканал Север. В связи с санкциями Запада внешние условия для российской экономики изменились. Но банковская система в России заявили в Центробанке достаточно прочная и готова принять вызов извне. Наличные средства в банкоматах никуда не исчезнут. Российские банки, в отношениях которых наложены санкции, просят не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию. Клиентам, физлицам и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и выполнению счетов в рублях, иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, взболе и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы операций по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут проводиться в полном объеме. Обмен валюты проводится также без ограничений. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношениях корреспондентских счетов. Но принятые ограничения никак не влияют на сохранность и доступность средств наших клиентов. Нет изменений в работе и других банков на Ринмаре. В банке открытия возникают небольшие трудности с доставкой денежных средств наличным расчетом до города Наринмара. Но эта проблема не критична и решается в течение суток. Этого пугаться не нужно. Речь идет именно про наличную какую-то валюту. Все банки уже сейчас по всей стране дополнительно заказали необходимые средства. Поэтому все будет выдаваться в стандартном режиме и наладится буквально на днях. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20%. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровня необходимых, чтобы компенсировать возросшие деплевационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания. Елизавета Кабанова, Василий Хатантейский, Наталья Дуркина, Антон Водряков, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Ненецкий краеведческий музей приглашает жителей города на интерактивное занятие в гостях у первых норинмарцев. Занятие проводится в преддверии дня рождения окружной столицы. Интерактивное занятие пройдет с 1 по 31 марта. Она познакомит посетителей музея с историей города. Также гости узнают о поселках, с которых начинался сам Норинмар. Увидят, чем занимались первые его жители. Участники смогут почувствовать себя рыбаками и охотниками. Научатся вязать рыболовную сеть и готовить селки для лова куропатки. Занятие пройдет в рамках музейной образовательной программы «Родная старина». И проводится для организованных групп по предварительным заявкам в течение марта. Прием заявок по телефону, который вы видите на своих экранах. С 1 марта 2022 года в России вступили в силу сразу несколько законодательных изменений, касающихся техосмотра. Нововведения должны закрыть рынок серых диагностических карт, пресечь махинации с фотографиями и ужесточить ответственность за непрохождение техосмотра. Так, 1 марта в России появится новый штраф за езду на непрошедшем техосмотр автомобиля. Он составит 2000 рублей, а выписывать его можно будет максимум раз в сутки. Риск быть оштрафованным появится у тех, для кого техосмотр остался обязательным. Водители автобусов, лиховых, такси, грузовиков и машин, предназначенных для перевозки пассажиров с 8 сидячими местами и более. Кроме того, техосмотр по-прежнему обязателен и для личных автомобилей россиян. Но только для тех, которым больше 4 лет и только в тех случаях, когда их нужно поставить на учет в ГИБДД, зарегистрировать связи со сменой владельца. А также внести изменения в конструкцию или поменять один из основных силовых агрегатов. При этом дорожные камеры фиксировать отсутствие диагностических карт не будут. В ГИБДД объяснили это техническими проблемами. Оказалось, не так просто автоматически отличить легковой транспорт от грузового. Определять год выпуска автомобилей и проверять возможное нахождение в реестре легковых такси. Желтые тюльпаны – признак наступления весны. В тепличном комбинате «Солнышко. Подготовка к празднику 8 марта» в самом разгаре. Подробности в следующем сюжете Катрины Тайбарей. Календарная весна наступила. В преддверии Международного женского дня в теплицах Нейнской агропромышленной компании немало хлопот. Ведь нужно успеть подготовить к реализации более 10 тысяч тюльпанов. Выращивание весенних цветов начинается еще осенью. Конец сентября, начало октября мы их высаживаем в такие ящики с грунтом специальным, готовим грунт. И они помещаются в камеру охлаждения. Там они находятся. Потом меняется температура, идет полив, какие-то подкормки производятся. И только в конце января, 30-31 января, мы их выносим в эту теплицу, где температура уже повышенная. Порядка 12 сортов тюльпанов совсем скоро будут радовать женщин и девушек Нейнского округа своим ароматом и создавать весеннее настроение яркостью красок. Помимо традиционного символа праздника, солнышко выращивает множество горшочных цветов. Мы закупаем на фирме черенки, то есть они вот такусенького размера, приходят к нам, дальше мы с ними возимся, хлопочим, пересаживаем, поливаем. Все, что требует цветок, все это производится. И вот в таком виде готово мы уже предлагаем покупателю. Чтобы цветы радовали вас как можно дольше своим свежим видом, необходимо соблюдать рекомендации и правильно ухаживать за растением. Если дома сухо, значит должен быть увлажнитель. Сейчас это все возможно. Температура, значит, чтобы цветок не попадал, когда мы проветриваем, комната не попадала на сквозняк. Абсолютно все цветы боятся сквозняков. Ну и подкормки производить, потому что некоторые купят цветок и все, и поливают одной водичкой. Нет, мы выращиваем цветы в торфе, это временный грунт, поэтому требуется пересадка. Уже совсем скоро в клубах тепличного комбината появятся однолетние цветы, которые будут радовать жителей Ненецкого округа на улицах и площадях. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.